МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Совершенствование и развитие системы ЖКХ. Задания президента и пути их выполнения обсудили на видеоселекторе в обл. исполкоме. Сегодня в Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. Специальный репортаж к празднику подготовила Анна Ковалева. Человек года. А победители в номинации «Призвание» – сюжет Светланы Князевой. От благозвучных романтических произведений до жестких роковых композиций. Сольный концерт солиста областной филармонии Александра Пономаренко и другие культурные события недели в обзоре Вероники Ворошилины. Какой была неделя в нашем регионе, расскажем в ближайшие 26 минут. Система жилищно-коммунального хозяйства под пристальным вниманием Александра Лукашенко. На дня глава государства провел республиканский семинар о совершенствовании и развитии ЖКХ. Задания президента и пути их выполнения обсудили на видеоселекторе в обл. исполкоме. Продолжение темы в сюжете Марины Жалы. Самое главное – адаптировать поручения президента в масштабах своего региона. Для этого необходимо, чтобы каждый, кто трудится в сфере ЖКХ, четко понимал свои задачи и видел перспективы их решения. С этой целью провели оперативный видеоселектор. Здесь напомнили, что особый акцент Александр Лукашенко сделал на приемлемости тарифов. Одна из задач – только одноразовое их повышение с начала будущего года на 5 долларов в эквиваленте. Дальше – никакого роста без ведома главы государства. Пока же правительство и комитет госконтроля должны детально проверить тарифы, чтобы в начале января их утвердить. Напомним, в этом году они повысились на 5 долларов, а потом были проиндексированы в связи с ростом доходов населения. В сентябре рост оплаты составил приблизительно 8%. В декабре планируется увеличение еще на 10%. Такие повышения вызвали недовольство главы государства. Кроме того, речи о стопроцентной оплате услуг ЖКХ пока не идет. Это перспектива на будущее. Возможно, к 2020 году Беларусь уйдет от перекрестного субсидирования. Тогда и будет обсуждаться этот вопрос. В то же время, по словам президента, ни один человек, который не имеет возможности оплатить ЖКУ, не должен оставаться без помощи государства. Именно с этой целью были внедрены безналичные жилищные субсидии. Однако, как оказалось, система их начисления недоработана, из-за чего не все нуждающиеся в господдержке учтены. Правительство изучит эту проблему и, в случае необходимости, примет дополнительные меры по совершенствованию системы. Ведь по значимости для населения вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, занимают второе место после занятости. По результатам проведенного опроса, более 65% населения положительно оценивает работу этих служб. Но есть еще 35%. И пока в стране слышна критика в отношении этой системы, успокаиваться рано, подчеркнул президент. Среди недостатков в работе у отрасли называются сроки капитального ремонта домов, качество питьевой воды, неудовлетворительное состояние дорог, плохое освещение улиц, содержание подъездов и дворовых территорий и ряд других. Наибольшее беспокойство у людей вызывает стоимость услуг. Наша съемочная бригада решила узнать, как относятся жители Гомеля к плановым повышениям тарифов и провела небольшой опрос. Можно сказать, терпимо, конечно. Хотелось бы, чтобы так не повышались цены, потому что люди есть такие, которые сидят совершенно на низких пенсиях, и оплатить это не в состоянии. Оплачиваем все вовремя. Но как бы ни было, это действующее законодательство, если оно должно меняться, то оно меняется. И мы должны его исполнять. Конечно, чувствуется. Сегодня, то есть, в этом месяце поднялось, в следующем поднялось. Ну, конечно, оно чувствуется. Но я не скажу, конечно, что так уже сильно. Ну, вы знаете, две пенсии у мужа и меня терпимы. Ну, конечно, тяжело. Если повышение транспорта на 11% произошло, ну, ЖКХ также растет примерно. Прилично. Вы знаете, я считаю, государство видней. И все равно, что нам насчитает, мы все равно обязаны платить, хотим мы этого или нет. Еще один важный вопрос, который обсудили в ходе республиканского семинара – обеспечение строгого нормирования материальных и энергетических ресурсов. Александр Лукашенко напомнил, что еще пару лет назад из бюджета финансировались все фактические затраты организации жилищно-коммунального хозяйства. С течением времени ситуация изменилась. Сейчас система ЖКХ работает в режиме так называемой финансовой диеты. Это, конечно, не самый безболезненный способ оздоровления. Но для населения важно, чтобы максимальная экономия затрат не повлияла на качество и объем услуг. Кстати, сегодня в отрасли сделано многое в плане снижения себестоимости, повышения качества услуг и развития технологий. Кроме того, необходимо настроить удобную и эффективную работу с обращениями граждан по вопросам ЖКХ. Например, по примеру Минска создать контакт-центр, который бы принимал абсолютно все звонки граждан по жилищно-коммунальным вопросам. Причем такая служба должна быть обособленной. Пока же в Гомеле уже третий год по единому номеру 115 работает оперативно-диспетчерская служба. Обращаться сюда можно не только по аварийным ситуациям, но и по любым другим вопросам, связанным с содержанием и обслуживанием жилого фонда города. Мы решили поинтересоваться у гомельчан, знают ли они о существовании такой службы и в вопросах, которые входят в ее компетенцию. Обычно по таким вопросам обращаюсь в службу ЖКХ, а конкретного номера такого нет. Это если смотрел только в квитанции, когда приходят по плате, там служба ЖКХ, и туда обычно тогда обращаешься. Будем знать. Спасибо. Нет, не обращалась. Я про нее узнала только вчера с гомельских ведомостей, но раньше бы стоило обратиться. Еще я раньше знала, номер 124 был. Сейчас буду знать 115. Спасибо. Номер телефона 115 знаком вам? 115? Да, да, да. Это, кажется, вызываешь, когда воды нету, да? Да, да, да. Диспетчерская служба. Диспетчерская, правильно, правильно. А вы пользуетесь сами? Когда-нибудь звонили? Да, звонила 115. Не было света. И, значит, во сколько он появится? И появился он на час раньше. Вы обращались лично по этому номеру, чтобы решить какие-то вопросы? Пока только один раз обращалась. Но остались довольны, да, результатом? Быстро отреагировали? Отреагировали достаточно быстро, буквально в течение суток. Но вопрос пока еще не решен. Но он требует дополнительного времени просто все. К слову, в Беларуси будет создан институт по вопросам ЖКХ. Он поможет обеспечить комплексное научное сопровождение этой отрасли. Еще одно направление работы, обозначенное Александром Лукашенко – обращение с твердыми коммунальными отходами. В планах построить в Гомеле мусороперерабатывающий завод. К примеру, в Бресте строительство такого предприятия обошлось более чем в 60 миллионов долларов. В программе по развитию с обращениями с твердыми коммунальными отходами планируется, что в 2020 году должен в городе Гомеле быть построен завод по переработке. Но будет ли он построен, понятно, зависит от выделения денежных средств. Какие это будут деньги, пока сложно сказать. Это деньги немалые. Вопрос крайне актуальный. Ежегодно в стране образуется 4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Из них в 2016 направлено на захоронение 84%, на переработку всего 16%. На фоне соседей мы выглядим вполне достойно. Опередили страны СНГ, Латвию, Словакию, сравнялись с Испанией, Португалией, Финляндией. Кстати, у Гомельщины уже есть значительный опыт в переработке отходов. В свое время именно здесь был создан первый в стране экспериментальный биомеханический сортировочный завод. На предприятии, куда и сегодня едут за опытом, побывал Александр Говейко. Спецкоммунтранс успешно из отходов делает доходы. Что в Гомеле можно изготовить из вчерашней... У нас на сегодняшний день есть, допустим, участок по переработке пластмасс. На данном участке у нас, допустим, происходит дробление каких-то PET-изделий, которые были бывшие употребления. И потом делаем из них, допустим, полимер-песчаную продукцию. Делается, допустим, продукция люки, кольца, тротуарная плитка. Делаем гранулу полипропиленовую. То есть, с одной стороны, это значительно удешевляет продукцию, с другой стороны, помогает действительно из отходов получать доходы. Конечно. Вторая жизнь. Охраняем же в природе жизнь, в принципе, это же на полигоны все не вывозится. Здесь проходим по складу готовой продукции. С правой стороны, это здесь отсортированный цветной металл, так называемые баночки. Должна сказать, сколько в одном брикете? Где-то 300-400 килограмм в одном брикете. Сколько времени нужно было потратить для того, чтобы собрать хотя бы один брикет? У нас по городу стоят контейнеры, предназначенные для раздельного сбора. Желтые контейнеры здесь собираются, потом эти контейнеры проводятся на завод. И здесь уже сортируется на линии сортировки, отделяется, допустим, ПЭТ отделяется, стекло отделяется, отделяется металл цветной, черный металл. То есть, другими словами, здесь собрано все то, из чего пил сладкие напитки Гомель и Гомельский район? Конечно, конечно, да. Хорошо. А вот что из этого можно сделать? В дальнейшем это мы продаем на цветмет, где в дальнейшем это передается на заводы, где это перерабатывается. В дальнейшем получает это сырье новую жизнь. То есть, делаются либо баночки, либо какие-то изделия. Это же цветной металл. Андрей Иванович, насколько продукция, которая получила вторую жизнь благодаря спецкоммунтранс, пользуется популярностью у гомельчан, жителей области? Ну, как правило, мы изготавливаем даже полимер-песчаную продукцию, которая продается как в организации, так и в частный сектор. Там и колодцы есть, и люки у нас, значит, конуса есть, которые предназначены. Ну, довольно успешно, пока у нас идет реализация. То есть, и среди предприятий, и среди частных лиц? Да, частных лиц. Ну, то есть, как бы это удобнее в эксплуатации, то есть, удобно демонтировать, устанавливать вручную можно, потому что они намного легче железобетонных изделий. Еще недавно и Добружская бумажная фабрика, и Светлогорский ЦКК вынуждены были закупать сырье за границей. Как меняется ситуация сегодня? Ну, на сегодняшний день, наверное, эти вышеуказанные предприятия покупают у нас в основном продукцию бумажную, вот, она у нас здесь заготавливается со всего города. Вот, мы ее прессуем, сортируем по маркам и отправляем на эти заводы. То есть, это уже как бы помогает тоже сохранить, ну, вот, наши деревья и окружающую среду. То есть, уже как бы вот это все перерабатывается, у нас покупается. На этой неделе в областном центре прошло одно из главных событий в сфере экономики региона – бизнес-дни в Гомеле. Это международная кооперационная площадка, на которой провели переговоры представители деловых кругов 19 стран. От России, Украины, Италии и Польши до Китая, Монголии и Королевства Таиланд. Об этом и другом в обзоре моих коллег. По итогам 9 месяцев на Гомельщине отмечается рост всех основных показателей эффективности работы региона. Такая информация была озвучена на заседании облсполкома. Половой региональный продукт достиг 102%, что больше прогноза. Экспорт товаров выше почти на 20%, услуг – на 13%. На 30 миллионов долларов больше запланированного получено прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем ограничиваться констатации успехов на заседании не стали. Недоработки остаются. Среди актуального рост зарплат – международное инвестиционное сотрудничество. Кроме того, необходимо разработать комплекс мер по улучшению финансового состояния организации строительной отрасли. Предлагается усилить контроль и за предприятиями агропромышленного сектора. В областном центре прошли бизнес-дни. Это международная кооперационная площадка, на которой провели переговоры представители деловых кругов 19 стран. От России, Украины, Италии, Польши до Китая, Монголии и Королевства Таиланд. Форум должен помочь представителям бизнеса наладить долгосрочное сотрудничество и активизировать деловую активность в регионе. На Гомельщине стартовал конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства. Он продлится до 24 ноября. Участники получат субсидии для частичного возмещения процентов за пользование банковскими кредитами, а также затраты на уплату лидинговых платежей. Для этого они должны представить инвестиционные проекты, направленные на развитие производства товаров и услуг. Обязательное условие создания новых рабочих мест. Городской день охраны труда провели на базе открытого акционерного общества «Спартак». Участие приняли руководители и инженеры более 50 предприятий и организаций Гомеля. Они не только ознакомились с ситуацией в области охраны труда, но и посетили производственные цеха предприятия. Несмотря на созданные благоприятные условия труда, в этом году на «Спартаке» был зафиксирован один случай производственного травматизма. Однако вины нанимателя в нем не было. Всего за 9 месяцев текущего года на предприятиях Гомеля установлено 15 случаев травматизма. Из них 6 произошли по вине нанимателя, 4 по вине работника. В 5 случаях вина устанавливается. В Гомеле прошел 10-й семинар по страноведению «Открыть Германию». Участие в нем приняли более 70 студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь. Программа состояла из тематических докладов о современных тенденциях общественной, культурной и экономической жизни Германии, а также мастер-классов. Семинар посетил посол Федеративной Республики Германия Петер Детмар. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Сегодня страна празднует День автомобилиста и дорожника. Традиционно он приходится на последнее воскресенье октября. При этом выходной у тех, кто отмечает этот профессиональный праздник, бывает не всегда. Многие водители и дорожники сегодняшний день провели на рабочих местах. И даже вместо того, чтобы принимать подарки, решили сами сделать подарок тем, кто в этом особенно нуждается. Подробности у моей коллеги Анны Ковалевой. Большинство из нас пользуются общественным транспортом. И водители автобусов и троллейбусов – те люди, от которых зависит многое в нашей жизни. Успеем ли мы на работу, на поезд или на свидание? В их руках порой целые судьбы, ведь от их профессионализма зависит наша безопасность и жизнь. Ради этой цели в Гомельской области работают тысячи человек, в том числе на предприятиях «Гомель-Обл-Автотранс» и «Горэлектротранспорт». Работа на предприятии не прекращается ни на минуту, ни днем, ни ночью. Идет подготовка подвижного состава к выпуску на линии, ну и ежедневная работа с позднего вечера до утра. Я, конечно, не водитель, но непосредственно отношение к транспорту имею, так как мы сработаем, в частности я и мои коллеги. Такой будет выпуск и безопасность пассажиров при перевозке. У нас командная работа, мы должны подстраховывать, конечно, один-одного. Бывают разные случаи, все случается и в салоне автобуса, и на дороге. И мы можем им чем-нибудь помочь, маленьким чем-нибудь, даже подержать ту отвертку какую-нибудь, когда ему срочно надо поменять лампочку какую-нибудь, или посмотреть, что-то горят сзади стопы или не горят. Троллейбусная сеть Гомеля по протяженности линии и пассажиропотоку, вторая по величине в Беларуси, уступает лишь Минской. На ведущих позициях и автобусная сеть. География движения международного транспорта постоянно расширяется. И в целом сеть всего общественного транспорта Гомельщины развивается непрерывно. Так, в этом году на маршруты вышли ряд автобусов и троллейбусов с бесплатным Wi-Fi. При этом, кроме современного подвижного состава, транспортные структуры обладают и высокопрофессиональными кадрами. Я уже работаю больше 30 лет, именно в автобусном парке, на перевозке людей. За что люблю? Людей вожу. Понимаете, людей возить. Приезжаю, ждут сразу. Ну, не знаю, настроение у людей поднимается, когда автобус подъезжает сюда. 23 года я уже сижу за рулем. Толлейбус с капустями пришел. Сразу пришел на предприятие, а с тех пор работаю. Ну, что бы я хотел пожелать своим коллегам в работе и вообще автомобилистам. Счастья в семье, мир в семье, удача на дорогах, самое главное. К слову, по случаю своего профессионального праздника сотрудники Гомелюбла Автотранса решили не принимать подарки, а дарить. Напомним, накануне этой даты они провели благотворительную акцию «Добрый билет». В ее рамках 5% стоимости каждого билета, купленного на международные маршруты, откладывались для спонсорской помощи. На сегодня собрано 20 тысяч белорусских рублей. Все эти деньги станут материальной поддержкой строительства Гомельской областной детской больницы. Церемония передачи этих средств состоялась в торжественной обстановке. В первую очередь мы хотели бы привлечь внимание общественности, населения нашей Гомельской области к строительству областной детской больницы. И тем самым мы хотели внести свой скромный вклад в окончательное, в скорейшее завершение и вводу в эксплуатацию. Это нужно для Гомельской области лечебного учреждения. Мы вообще воспринимаем любую помощь с огромной благодарностью. Вот непосредственно руководитель Гомель Обл. Автотранса предложили нам денежную помощь. И она будет использована для приобретения в учреждения современного оборудования. За свои общественные и профессиональные достижения ряд сотрудников Гомель Обл. Автотранса были отмечены на весьма высоком уровне. В этот день часть из них была удостоена значимых наград. В том числе почетный грамот Министерства транспорта Республики Беларусь. Также были вручены свидетельства о занесении на областную доску почета Гомель Обл. Автотранса. А ветераны этой сферы передали символичную стафету молодому поколению автомобилистов и дорожников. Анна Ковалева, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Телерадиокомпания «Гомель» продолжает снимать цикл видеофильмов о лауреатах ежегодной премии обл. полкома «Человек года». Среди обладателей почетного звания председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк. Она одержала победу в номинации «Призвание». О человеке, душа которого способна сопереживать, любить, которому унижали времени, тепла и поддержки не только для друга, но и для абсолютно чужого человека. Материал Светланы Князевой. Алла Смоляк мечтала стать врачом. Однако свою жизнь ей суждено было связать с Красным Крестом. А это значит, что теперь она и врач, и спасатель, и психолог, и мать, и друг для многих людей. Училась Алла Смоляк в Гомеле, в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации по специальности экономика и управления на предприятии. Ее неравнодушие и позитивная энергия были заметны всегда. Еще в студенческие годы Алле Смоляк предложили стать волонтером Красного Креста. Я волонтерила, создавала первичные организации, увлекала в члены общества, и так зародилась вот эта моя будущая профессия. Меня заметило руководство, пригласило возглавить Новобелецкую районную организацию. Я была очень счастлива туда пойти. Алла Смоляк делала все для того, чтобы достойно исполнять свой служебный долг. Уже через два года ей предложили место исполнительного директора в областной организации Красного Креста. А чуть позже она возглавила областную организацию. И вот уже 18 лет Алла Викторовна предана делу служения нуждающимся. За годы работы при ее непосредственном участии сделано многое. Вспомнить хотя бы чрезвычайную ситуацию с украинскими беженцами в 2014 году, когда люди, искавшие убежище лишь с документами в руках, получили жизненно необходимую помощь и поддержку. Мы тогда объединили и образование, здравоохранение. Мы тогда подключили город Гомель и все районные центры Гомельщины. Создалась комиссия везде в райисполкомах, на местах. То есть мы их размещали. Мы обеспечивали их кровом и едой. Гомельская областная организация Красного Креста под руководством Аллы Смоляк всегда стремится к тому, чтобы вносить полезное новшество в дела милосердия. Так впервые именно в Гомеле появились полки добра с бесплатными продуктами в торговых объектах. Практически в каждой районной организации появились контейнеры по сбору одежды и обуви для нуждающихся. Клоунотерапию в лечебных учреждениях здравоохранения по достоинству оценили дети. Ну и, конечно, няня вместо мамы. Проект, который никого не оставляет равнодушным. Это детки из детских домов, лечебных учреждений. Это из социально неблагополучных семей. Это суповские дети, которые поступают на лечение в инфекционное отделение больницы. И проходят здесь лечение. Мы планируем эту деятельность развивать. Мы видим, что хоть медперсонал заботится, есть и санитарочки, и медицинский персонал, но им не хватает просто человеческого внимания. Просто мама, которая возьмет на ручки, которая поменяет памперс, которую покормит, посмотрит их и уложит спать. Помимо основной работы Алла Смоляк преуспела и в общественной жизни. Она является членом президиума областной общественной организации «Белорусский союз женщин». А еще у нее прекрасная любящая семья, которая всегда поддерживает и вдохновляет. Вот такие они, слагаемые счастья Аллы Смоляк, ее успеха и признания на работе. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. А теперь о наиболее значимых культурных событиях уходящей недели. На сцене Гомельского общественно-культурного центра состоялся концерт «Я верю». Зрители увидели действительно яркое и зрелищное шоу в исполнении артистов областной филармонии. Главным действующим лицом вечера стал талантливый певец, солист учреждения Александр Пономаренко. Со своей сольной программой он выступил в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского. Более подробно об этом и не только расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. На этой неделе в картинной галерее Гавриила Ващенко презентовали выставочный проект «Сквозь столетия и судьбы». Он включил живописные работы известного российского художника Николая Дулько. Экспозиция посвящена столетию Октябрьской революции и предоставлена Российским центром науки и культуры в Гомеле. Николай Дулько является членом Союза художников и дизайнеров России, лауреатом международных премий в области изобразительного искусства. Представленные в Гомеле картины выполнены преимущественно в технике пастель. Выставка Николая Дулько рассказывает об истории Тверского края и Твери, одного из старейших русских городов, где бывали и творили многие выдающиеся деятели культуры, науки и искусства. Проект российского художника повествует и о великих белорусах, прославивших нашу общую историю. Оружие, амуниция, фотодокументы. В Гомельском областном музее военной славы открылась выставка, посвященная столетию Октябрьской революции. Посетители здесь могут увидеть как настоящие артефакты, так и предметы реконструкции. Причем ту же форму, сделанную хотя и по старому образцу, но уже в наше время дополнили настоящими наградами. Это совместный выставочный проект. Экспонаты предоставили непосредственно областной музей военной славы, клуб военно-исторической реконструкции «Честь мундира» и коллекционер Валерий Гримашевич. А в Гомельской областной библиотеке имени Ленина состоялась творческая встреча с народной артисткой Беларуси Галиной Павлинок. Гости вечера узнали о жизненном и творческом пути выдающейся вокалистки, услышали музыкальные произведения в ее исполнении. Галина Павлинок – лауреат премии президента страны за духовное возрождение. Она ведущий мастер сцены и художественный руководитель областной филармонии. Встреча организована в рамках проекта «Гомель в лицах». Он знакомит жителей областного центра с талантливыми земляками. На сцене Гомельского общественно-культурного центра тем временем состоялся концерт «Я верю». Это часть большого творческого проекта областной филармонии «Виват-оркестр». Зрители увидели яркое и зрелищное шоу. Звездой вечера стал талантливый певец-солист филармонии Александр Пономаренко. Со своей сольной программой он выступил в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского. Зрители услышали широкую музыкальную палитру от мелодичных романтических произведений до жестких роковых композиций. А на сцене Дворца культуры «Железнодорожников» с аншлагом выступили украинские артисты. Черниговский филармонический центр представил гомельскому зрителю мюзикл «Веселые истории одесского дворика». Он описывает южный город глазами американского сценариста. Хореографические и вокальные номера приправлены искрометным одесским юмором. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. Гомельский государственный цирк приглашает увидеть зажигательную программу «Цирк-ревью» и шоу «Косолапы». Гостей ждут захватывающие трюки акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров и иллюзионистов. А также выступления забавных дрессированных животных, в том числе истинных хозяев тайги – косолапых медведей. А тем временем в Сотлогорский районный дом ремесел всех желающих приглашают на выставку живых экзотических насекомых «Маленький мир». Здесь можно увидеть уникальных обитателей разных континентов. Различные виды пауков, ящериц, улиток и тараканов. С самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи.